Телеканал КРТ представляет Так, руководитель Совета по торговле администрации президента США Питер Наварра заявил, что, цитата, «Китай должен понести ответственность за распространение нового коронавируса. Претензии КНР должны быть оформлены на федеральном уровне в виде законопроекта». Однако на фоне этой сенофобской рутины господин Наварра сказал воистину золотую фразу о том, что Дональд Трамп построил самую мощную и красивую экономику в мире за последние три года, однако Китай разрушил ее за два месяца. Согласитесь, звучит как музыка. Трамп строил три года, а Китай разрушил за два месяца. «Джей тиен ва мен дзин кенэнг де као дзин ле». Именно так, с поправкой на мой чудовищный акцент, звучит по-китайски «этот день мы приближали как могли». Ну, а как сказал бы наш революционный поэт, да будь я бушменом себе на беду, и то бы с упорством и жаром я аглицки выучил лишь за одну прекрасную фразу Наварра. Ну, что можно добавить? Спасибо, товарищи! Же Суи – коммунист Шинуа. Ну, и было бы несправедливым не указать на китайскую отповедь американцам, размещенную 11 мая в официальном органе китайской компартии. Газете Женьмин Джибао под названием «Американским политикам следует лечить психологическую патологию перекладывания ответственности на других». В материале весьма точно подмечены три источника этой психологической патологии, первый из которых – ограниченность. Цитата. «На пресс-конференциях Белого дома и Государственного департамента США основные политики не обладают ни профессиональным, ни практическим опытом. Они способны говорить лишь то, что им приходит в голову. Такие люди могут постоянно делать абсурдные заявления». Конец цитаты. Вторым источником названы «скрытые намерения». Цитата. «Отдельные политики, зная, что противоэпидемические усилия неэффективны, находятся в поисках козла отпущения, перекладывают ответственность на ВОЗ и Китай». Конец цитаты. Третий источник американской политической патологии – отсутствие политических твердых устоев. Цитата. «На политической арене Вашингтона то, что получило высокие оценки накануне, может стать объектом атак сегодня. Ложь появляется из ниоткуда. Отдельные политики предпринимают любые меры для достижения политических целей. Согласно расчетам на перспективы президентских выборов в ноябре, нынешняя администрация пытается показать твердую внешнеполитическую линию, воспользоваться эпидемиологической ситуацией и усилить так называемую теорию китайской угрозы». Конец цитаты. Но если иероглифами вышло несколько абстрактно, то латиницей вполне конкретно. Очень жестко разобрала ситуацию с очередным фейком Госдепа британская The Guardian в материале «Разведывательный альянс «Пять глаз» опроверг теорию об утечке COVID-19 из китайской лаборатории. Напомню, что «Альянс «Пять глаз»» или «Пятиглазые» – это союз разведок пяти англосаксонских стран Соединенных Штатов, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В материале The Guardian напоминает о заявлении госсекретаря США Майка Помпео 3 мая. «Могу сказать вам, что существует значительное количество доказательств того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории в Ухане». Конец цитаты. Необходимый информационный фон в англосаксонском мире для таких заявлений обеспечил австралийский таблоид, принадлежащий Руперту Мердоку, Australian Daily Telegraph, который разместил серию разоблачительных статей о Буханьском институте вирусологии и завершил ее материалом, в котором говорилось о 15-страничном досье, созданном, цитата, «встревоженными западными правительствами». Конец цитаты. «На основании данных, переданных британской разведкой и разведками остальных членов Альянса «Пяти глаз». Журналисты Guardian не поленились обратиться к источникам в британской разведке, которые настаивают на том, что досье, на которое сослалась Australian Daily Telegraph, не было получено от Альянса «Пять глаз». Цитата. «Британская разведка и разведки остальных членов Альянса «Пять глаз» считают, что Пекин действительно мог скрыть часть информации о распространении коронавируса в Ухане на начальном этапе, то есть в декабре 2019-го, январе 2020-го года. Однако они не хотят оказаться вовлеченными в обострившийся международный спор». Конец цитаты. Кроме того, американские ученые, работавшие с Уханским институтом авиаусологии, утверждают, что его нормативы техники безопасности соответствуют нормативам, принятым на Западе. Источники в разведке Австралии заявили, что статья в таблоиде Мердока основана на материалах, находящихся в интернете и открытом доступе. Интересно высказался влиятельный депутат от Консервативной партии и секретарь China Research Group Нил О'Брайан. «Если бы китайское правительство было менее скрытным и авторитарным, если бы оно активнее сотрудничало, оно могло бы предотвратить распространение абсурдных гипотез касательно источника пандемии коронавируса». Авторитетное издание Scientific American уже дважды опубликовало интервью с вирусологом Щи Дженли, где говорилось, что генетическая последовательность нового коронавируса «не соответствует ни одной из тех последовательностей, которые ее лаборатория ранее изучала». Однако, если журналисты Guardian просто в рамках рутинной работы, проверки источников и выяснения второго мнения поставили под сомнение все вашингтонские инвективы в адрес Пекина, то французская Le Monde пошла еще дальше. В статье «Что мы знаем о всемирных военных играх в Ухане, после которых некоторые спортсмены заболели?» приводятся факты, подтверждающие китайскую версию о том, что волна заболеваний среди участников всемирных военных игр 2019, которые прошли в октябре в Ухане, доказывает американское происхождение коронавируса. Как мы помним, официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь еще 12 марта записал в своем твиттер, цитата, «Американская армия могла принести эпидемию в Ухане. Соединенные Штаты должны нам предоставить объяснение». Китайский англоязычный официоз The Global Times в статье «Американская армия. Жертва или переносчик вируса» объяснила, что чиновник имел в виду именно игры, прошедшие в Ухане. Ле Монт приводит информацию о пяти случаях госпитализации иностранных спортсменов во время игр в Ухане. В марте на телеканале телевизион «Лаур-7» французская чемпионка по пятиборью Эллади Клувель рассказала, что сразу по возвращении всемирных военных игр в Ухане у нее появились необычные симптомы. Ее муж тоже чувствовал себя плохо. По словам спортсменки, многие участники соревнований очень тяжело болели, а недавно в разговоре военный врач предположил, что они переболели коронавирусом. «Однако теперь Клувель не раздает интервью. Телеканал телевизион «Лаур-7» удалил репортаж с ней со своего сайта, а всем спортсменам, которые входили в состав делегации, дано указание направлять журналистов к специалисту по связям с общественностью в армию и утверждать, что они ничем не болели во время после соревнований». Виталий и участники всемирных военных игр также получили инструкции не разговаривать с прессой. Однако фехтовальщик Матео Тальяриоль успел рассказать в интервью газета «Делоспорт», что сборная страны заболела почти в полном составе. Он уточнил, что болезнь не лечится антибиотиками, а он сам выздоровел только через три недели, при этом общая усталость не проходила еще дольше. В середине апреля врач шведской военной базы в городе Буден сообщил прессе, что многие спортсмены лежали с температурой и не могли тренироваться в течение нескольких недель после прибытия из Ухани. Французская армия 6 мая обнаружила заявление, согласно которому участники делегации не проходили и не будут проходить тестирования, потому что никто из них не сообщал о гриппе или госпитализации во время состязаний или по возвращении из Ухани. Логика, если не железная, то вполне военная. Таким образом, пишет Лемонт, цитата, военные оказались в затруднительной ситуации. Только тестирование всех спортсменов позволит выявить случаи заболевания, однако это не поможет установить период заражения. Вполне вероятно, что среди 400 членов делегации многие могли подхватить COVID-19 уже во Франции, а не в Китае. Впрочем, что касается подтвержденных фактов, то в международной политике Соединенных Штатов их отсутствие никогда не являлось поводом для отказа от обвинений. Так что, думаю, никто не удивится тому, что законопроект об американских санкциях против Поднебесной за COVID-19 на сегодня уже внесен в Конгресс.